Константин Коровин. Этот самый Пушкин. Зима. Вся Москва покрылась пушистым снегом. Белым — бело. На Садовой улице в сумерках горят уличные фонари, уходя вдаль. Свет их освещает ветви деревьев, покрытые густым инеем. За полисадниками улицы прячутся потемнелые в ночи дома. В освещенных окнах чувствуется какой-то тихий покой, и будто там так уютно и счастливо. Зима в Москве вначале была так нова, так заманчива, и от нее пахло миром и покоем. По улицам едут в санях москвичи. Зима все изменила. Не слышно больше шума колес. Потемнели тумбы тротуаров, и весело мчится тройка по Тверской, Емской, звеня бубенцами, и замирает вдали улицы веселый смех седоков. Еду я на извозчике. Поздно. Еду с Тверской из английского клуба, где ужинал в компании с Александром Александровичем Пушкиным, сыном Александра Сергеевича, великого поэта. Александр Александрович, одетый в заштатную генеральскую форму, был скромный человек. Говорил про отца своего, которого он помнил смутно, так как был мал, но помнил его ласки, и его панталоны в клетку, и его красноватый сюртук с большим воротником. Помнил мать в широких платьях, помнил, что кто-то говорил, кажется, отец, что любит зиму и Москву. Помнил переднюю в доме. Отца и мать, когда они приезжали с картонками, раздевались в передней, и ему подарили игрушку. Петушка, который пищал. — Да вот, в Москве, — сказал Александр Александрович, — знают, отца читают, и в Петербурге тоже, а то и не знают вовсе. — Да что вы, — удивился я. — Да-да, — сказал Александр Александрович Пушкин, — уверяю вас, не знают, и студенты не знают. Спросите у любого из них, читали? — Мало. Ну, капитанскую дочку знают, нравится, а другое не знают. Знать трудно, конечно, но я как-то не слыхал, что не знают Пушкина. Александр Александрович как-то наклонил голову, опустил глаза, и на больших белках его глаз был синеватый оттенок востока. — В вашем образе, в лице, в глазах есть черты Африки, — говорю я ему. Он посмотрел на меня, улыбнувшись добрыми и прекрасными глазами, и сказал мне, — ну, это нет. Я вот какой африканец. Так люблю Москву за то, что в ней настоящая зима. Все покроется инием. Какой зачарованный покой. В Петербурге у нас не то. Я терпеть не могу жары. Я бывал и в Италии, и на Ривьере. Бывало, дождусь, не дождусь, когда опять приеду в суровую Россию. Вот тоже не люблю я пальмы эти. Не знаю, от чего это их ставят все всюду в ресторанах. Неужели елка, береза хуже пальмы? Нет, лучше. Я когда читаю про тропические леса, меня берет ужас. Эти лианы. Нет, наш русский лес лучше. Вот я остановился здесь у дальних родственников. Кот там. Таких русских серых котов больше нигде нет. Какой друг дома? Там лежанка. Сядешь погреться, он ко мне всегда придет, мурлычет. Есть ли в Африке коты? Спросил Александр Александрович. Как-то помню я в библиотеке английского клуба, где он любил бывать, я увидел его. Он вынимал из высокого стеклянного шкафа старые французские книги и перелистывал их. В его образе, в голове, когда он читал страницы книги, было что-то другое. Лицо его было внимательно и задумчиво кроткое. В лице был какой-то дервиш и что-то тихое, благородное и робкое. И образ великого отца его вставал передо мной. Как-то помню, мне сказал Александр Александрович, что отец его, конечно, писал и много наговорил на себя. Писал о любви — это опасно. А сам он, как я слышал в своей молодости, сам он был сговорчивый и скромный. Странно то, в восемнадцатилетнем юноше он написал стихотворение «Прелестницы». Надо удивляться, как это можно думать так в восемнадцать лет. Не привлечешь питомца музой ты на предательскую грудь. Ведь это глубоко, такое постижение в такие годы. Ехав на извозчике из английского клуба к себе в мастерскую на Долгоруковскую улицу, поздно, я все думал о Пушкине, и мне казалось, что много было непонимания, которое тушило огонь души его. Моя потерянная младость. Как много в словах этих, в смысле их, тяжкого глубокого горя. Странно. Что-то есть вот-вот около, около жизни. В юности, но есть рядом, тут, около скорбь. Отсутствие счастья. Что-то мешает тайне прекрасного, какое-то непонимание. В печали тайной гаснет непонятый мой верный идеал. В мастерской на Долгоруковской улице, когда я вошел к себе, я застал Михаила Александровича Врубеля, который жил со мной. Он проснулся, когда я вошел. Я рассказал ему, что был в клубе и видел сына Пушкина Александра Александровича. «А знаешь что?» — сказал мне Врубель. Пушкин не был счастлив, и вряд ли он нравился им. «Кому им?» — спросил я. «Женщинам? Цыгане? Олега?» «Странно. Что-то есть. Посмотри впереди себя», — сказал Врубель. «Я здесь сегодня вечером работал». И Врубель отвернул большой холст. На нем я увидел как-то острые и смелые написанные в твердом рисунке ветви деревьев, покрытые инием. В окне они были видны. Какой ковер в особенном ритме — форма рисунка деревьев. «Завтра надо будет мне написать тут, сверху», — сказал Врубель. «Кондисер Шульц — мороженое». «Что ты? Зачем?» — удивился я. «Да, да», — сказал Врубель, — «это вот там сбоку на улице на углу живет немец. Он просил меня. Ему нужно». «Отдай ему без этой надписи. Это так красиво». «Нет, ему нужна она. Он платит мне двадцать пять рублей». Долго я не мог заснуть. В углу моей большой мастерской горела зеленая лампада. На кушетке, свернувшись под пледом, спал Михаил Александрович Врубель, великий художник, кончивший Петербургский университет, два факультета с золотыми медалями. И вот он никому не нужен. Никто как-то не понимал его созданий. Как-то делалось одиноко, жутко. Зачем все эти академии художеств, искусства, брань невежественных газет, критиков? А завтра он будет своей изящной, дивной формой писать на этой картине вывеску «Кондитер Шульц». Что-то в этом есть жестокое и жуткое. Утром рано я ушел в школу живописи вояний и зодчества на Никитской, где я был преподавателем в высшей мастерской оканчивающих учеников школы. — Ваша очередь, — сказал мне инспектор, — задать эскиз на тему историческую или, словом, какую вы хотите. В канцелярии училища я написал на листе бумаги. Зима в произведениях Александра Сергеевича Пушкина. И лист этот с написанной темой был повешен в классной мастерской. Придя в мастерскую, я заметил, что ученики недовольны темой и объясняли мне, что же это все стихи, лучше бы Пугачева в капитанской дочке. А вечером родственники мои, студенты Московского университета, мне определенно сказали, что Некрасов гораздо лучше Пушкина, что у Пушкина все вздохи и айхи про любовь, потому что этот камер-юнкер нравился в то время кисейным барышням. И только, когда я был у Антона Павловича Чехова и рассказал ему об этом, о встрече с Александром Александровичем, Антон Павлович как-то странно сразу наклонил голову и засмеялся, сказав, верно, да чего верно, кисейным барышням, ахи-охи про любовь. Верно, все верно. И он засмеялся. После спектакля в Большом театре я наверху в огромной мастерской под крышей писал декорацию к опере Руслана Людмила. Старший мастер, Василий Белов, составлял колера в больших тазах. Я сижу напротив на лавочке. Кто, спрашиваю я, сочинил Руслану и Людмилу? Знаешь Василий? Василий Белов так серьезно посмотрел на меня и по-солдатски ответил. — Этот самый Пушкин, что с Тверского бульвара, от Страшного монастыря. — Это памятник, ему говорю? — Знаем, сочинитель. Его вот застрелили. — Зря, — говорю я. — Дуэль была? — Эк, да, — сказал Василий и рукой взял себя за рот и так значительно серьезно сказал. — Да, да, скажут вам. Господа-то не скажут правду-то, а мы-то знаем. Он такие песни зачал сочинять. Прям вот беда. А студенты — народ озорной. Только, да, им сейчас запоют. Ну и вот его за этот шабаш. — А ты знаешь, что он написал? Ну, хоть одну песню. — А как же, — ответил Василий, — нас училка в деревне всех выучила. Прибежали в избу дети, тять-тять наш сети, притащили мертвеца. Эх, ловко это она научила. Под ее все теперь у нас парни, девки кадриль танцуют. И в распухнувшее тело райки черные впелись. Ловко каково. — А вот отчего он без шапки стоит, знаете ли вы? — вдруг спросил меня Василий и, смотря на меня, прищурил хитро один глаз. — Нет, не знаю, — удивился я. — Отчего? — А вот потому и голову наклонил. И без шапки, значит, снял. И говорит, значит, прости, — говорит, — меня, народ православный. — Что ты, Василий, кто тебе сказал? — Чего сказал? Там написано. На памятнике сбоку. — Да что ты, Василий, где? Там этого ничего не написано. — Нет, написано. Слух пройдет по всему народу, вот что. — А ты уж смекай, как знаешь. Двадцать лет со мной работал Василий Белов. Он был колорист, маляр. Я оценил его. Он составлял цвета по моим эскизам и готовил краски. Любил поговорить. Но ничего с ним не поделаешь. На все у него был свой взгляд. Особенный, уверенный. Во время так называемого освободительного движения Василий Белов пришел ко мне и сказал, — Вот теперь я вашему Пушкину шапку наденут. — А почему? — спросил я. — Полно шапку ломать. Теперь слобода всем вышла.